Сложилась традиция проведения этого праздника в разных районах нашей области. Из многих населенных пунктов приезжают чуваши. Звенят монеты и другие украшения на традиционных женских костюмах. Звучат стихи и песни на родном языке. Демонстрируются предметы народного творчества и блюда национальной кухни. Учок у нас старинный праздник. Его еще наши предки, я прочитала, праздновали. И что они делали? Они выходили в поле, молились Богу, чтобы Тура осло, чтобы придал нам дождь. А если будет дождь, будет урожай. Вот чего. А потом, конечно, приносили жертвоприношение. Самого лучшего барашка и самую вкусную шурпу готовили и всех угощали. На какой же благодатной земле мы живем. Особенно это ощущаешь, когда выезжаешь за город и сливаешься с первозданной природой. Смолькино, где проходил чувашский праздник Учук, его окрестности хорошо известны своими достопримечательностями. Живописнейшая праздничная поляна расположилась на окраине села на берегу знаменитого чайного озера. На праздник приехали люди разных национальностей, чтобы увидеть выступления чувашских коллективов, полюбоваться красотой национальных костюмов, услышать задушевные песни чувашского народа. Устроителями мероприятия выступила региональная организация Самарской областной чувашеской культурной общества «Пихиль». В переводе означает «благословение». В начале встречи все коллективы собрались на лесной поляне и стали водить хоровод, исполняя при этом песни, знакомые всем чувашим. Участники праздника были в красивых костюмах, которые выделялись яркостью, насыщенностью цветов, а различались рисунком вышивки, головными уборами. Учук проводится еще и для того, чтобы молодое поколение знало, как жили и как должны жить чуваши. Это не театрализованное шоу бабушкам, которые произносили молитву в почетном возрасте. Они живут этим, искренне, от всей души общаются с природой, народом. Узначение подобного рода мероприятий, таких праздников, трудно переоценить. Ведь именно благодаря им происходит взаимодействие между разными национальными коллективами. Благодаря этим праздникам происходит взаимодействие между неравнодушными людьми, активистами. И именно благодаря этому народы Самары лучше узнают друг друга. Праздник национальной культуры получился ярким, самобытным, теплым, душевным и очень зрелищным. Субтитры создавал DimaTorzok